и снова здравствуйте всем привет и так значит вот такой персонаж получился ставил рик давайте его потестим сделаем какую-нибудь анимацию посмотрим как тут рот работает значит веки и так далее так выбираем рик заходим посмотрим или лучше наверное давайте я сейчас подгружу так это значит empty image и есть у меня тут гифка качал гифку переделал и умов тройка на нампаде делаем единица нампаде g тут правда не другие шмотки но не суть вопроса поставим семерка на нампаде перекрутим на 3 на нампаде поставим как в бок ну давайте g вот сюда чтоб видеть так и чтобы нам это дело все не заслоняло ну где-то вот в таком ракурсе если будем приближать то принципе еще немножко двинем n панель screen cascade чтобы вы видели что я буду нажимать ну и погнали тестить так значит посмотрим что она тут делает у нее стол без стола давайте посмотрим что она тут вообще вытворяет вот так и сделаем так с мертвой точки поднимем значит английская а семерка на нампаде перекрутим немножко персонажа чтобы было веселей тройка на нампаде с мертвой точки значит поставим ей руки вниз так вроде бы все нормально так единица нампаде g расслабляем у нее походу рот вообще не закрывается в этой гражданке потому что при анимации как немножко посмотрел она постоянно с открытым ртом у нее там чуть-чуть что-то закрывается чуть-чуть что-то убирается так g все нормально стоит персонаж теперь прописываем а и блок рот следом что у нее идет какой кадр тут десятый вот давайте так а ну-ка пятый так он уже и на пятом значит действие произошло на третьем кадре выбираем g вытягиваем колешню вперед то без руку перекручиваем нашу кисть g перекручиваем еще раз подгадываем так g поднимаем сверху и перекручиваем чуть-чуть of everyone чуть-чуть наверное уведем это дело в битве Немножко R перекрутим голову, наклоним ее вперед, эту руку значит R, G, приподнимем, ну нормально так, да, и чуть-чуть в бок тоже отведем. Так, по пальцам, ну давайте их свернем, да, так, здесь у нас что такое, натяжка какая-то, не есть good, оп, вот, чуть-чуть наросла буху, сделал я здесь поменьше, значит, у нее костей, по две костыкки. Так, R. Поскрутим. Немножко R выкрутим вниз, потому что по осям работают. Теперь пальцы, значит, склеят слишком в разбивку, их нужно вот дополнительными косточками будет подтянуть, но зато не склепаются. Так, и теперь, значит, выбираем остальные две косточки. Я думаю, для этого персонажа две кости пойдет, значит, что там заморачиваться, да, так, и немножко R, какие-то пальцы подкрутим в центр. По мультяшному. Ну, эту лапу делать не буду, значит, A, T, O, K, R, если что, потом можно будет прописать. Так, у нее рука идет, значит, чуть-чуть на сгиб. Кулак еще больше перекручивается. Видите, вот, в чем разница мультяшных, они тут рисуют, она, рука у нее длиннее. Ну, как можно это все дело обыграть? Так, значит, натяжку даем, выбираем ключицу, ну, тогда уже ключицей чуть-чуть доработаем. А ну-ка, джи. Перекрутку. Вот, вроде бы что-то получается уже нормальное. О, так, ну, по рифу вы увидите, что здесь золова уменьшенная. Ну, и что, мы сейчас все это дело подыграем. Выбираем косточку управляшки рта, значит, R, чуть-чуть рот закрываем. Подгадываем чуть-чуть в таком вот ракурсе. Ну, и какую-то часть задерем, а какую-то прикроем. Так, значит, на верхнюю у нас стоят кубы, на нижнюю стоят у нас сферы. Так, глаза у нее полностью открыты, значит, выбираем веки. Тройка на нампаде. Выбираем ракурс. Можно джи немножко их отводить. Тут все нормально с этим делом. Они у меня сделаны отдельно. Чтобы не заморачиваться потом, значит, в общей сетке их искать. Так. Ну, и можно подкрутить глаза, да? А, и в окрот. Ну, погнали на пятый. Теперь, значит, что у нее уходит спина. Выбираем косточку спины. Семерка на нампаде. Делаем R. Перекрутку. Сделаем голову, наверное, будем крутить. Теперь повторяем ее наклон. Теперь у нас голова идет с наклоном. И позвоночник идет чуть-чуть с наклоном. Эта лапа, рука, то бишь, уходит у нее на эмоциях кверху. Поднимается у нее джи, ключица. Здесь мы можем еще управлять вот этими косточками задними волоса. Вот вы можете их подкручивать, значит. Есть еще вот одна основная кость и одна управляющая. Так, вы можете ее закидывать повыше там. Ну, это уже по картинке, да? Давайте ее можем в бок, даже волос отвести в этот бок или в тот бок. Ну, давайте в тот, раз она туда повернулась. Уводим. На ноги не смотрим, потому что у нее внешний вид только по поясу, да? Так, эта рука у нее уходит джи в щеке. И вот за что я говорил в прошлый раз, что вот кости, которые я устанавливаю, вот у меня кость одна и кость вторая. Это инверс кинематика. Это вот этими костями, мне кажется, удобнее управлять. Так, джи. Уводим теперь ключицу в бок. Ну, так, кулак нужно будет перекрутить обязательно. И подставить к щеке. Так, чуть-чуть, значит, перекрутка. Тогда у нас с головой, видите, что происходит. Нужно семерка на нампаде, голову подогнать к этой щеке. Вот так вот, да? Кулак тогда поближе. Так, конкроллзет, не трогаем ненужные косточки. И вот в чём минус, да? Смотрите, если бы можно было, я бы сейчас бы эту, значит, руку надул. Но это не получится. Потому что если я нажму S, хотя, видите, чуть получается, но у меня тогда... А ну-ка, что у меня происходит? Ну, в принципе, можно. Тут чуть-чуть потом подкорректировать, подогнать, поднастроить ещё кости, значит, чтобы перекрутки такой не было. Ну, ничего, можно это дело обыграть. Хорошо бы, конечно, сделать отдельно вот эту вот кофту. Так. Так, а ну-ка. Эту я надуваю. А, здесь просто волос мешается, и получается такой вид. Я думал, что-то тут не то потянуло. А это, значит, этот воротник. Так, ну ладно, это есть такое дело. Давайте ещё больше тогда под картинку перекрутим вот эту руку. И закроем ей глаза. Так, G. Вот сюда выведем наше вот это плечо. И закроем глаза. Выбираем верхние веки. Нажимаем R. G. Чуть-чуть выводим вперёд. Так, немножко пошло смещение, не беда, подкоррекируем. Нужно нажать Alt, G, Alt, R. А потом их уже чуть-чуть G подкорректировать. А ну-ка. Alt, G, Alt, R. Так, ушли в бок, нет. Этот вариант пока нас не устроит. Ну, давайте вот просто под натяжечку, да? Сейчас подкорректируем. Так, теперь нижние веки, они будут на нём жёлтые. Стройка на нампаде R. Приподнимем G. Сейчас мы их уводили, выведем вперёд. Так, они закрыты полностью глаза, да? Не вопрос. И верхний тоже G. Можно нажать S. Увеличить их в размере. Только теперь придётся прописывать. Так, S, Lock, Rote. Так, вот чуть-чуть, что-то тут заморочился. С этими глазами, да? Чуть-то не попаду никак на них. Ну, вот где-то так. А, и Lock, Rote, пусть они полностью закрыты. Так, что ещё там у неё? Так, у неё должен быть ещё промежуточный. Значит, кадр, это вытягиваем руку вперёд. R перекручиваем. Перекручиваем, подгоняем. Делаем G. Делаем G вперёд. Локоть перекручиваем чуть-чуть вниз. Кисть выравнивается, чтобы более поровнее было. А, и Lock, Rote. Так, здесь у нас G. Ещё рука поднимается вверх. А, и Lock, Rote. Нормально. Эк, смотрим. Это у нас, ну, маленькая анимация. 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 Поставим 6 кадров, но сильно быстрая, слишком это все дело быстро, если чуть-чуть задержку сделать, ну так неплохой персонаж, а ну-ка, а что у нас тут, а ну-ка. Так, с этим делом не работаем, работаем с дальними костями, все, перекруточку даем, а, и, о, круто, а ну-ка, вот уже живее будет. Ну, вот ноги не задействованы, вы видите, что ноги не задействованы, и вот поэтому делаем так, 0 на нампаде, object mode, включаем камеру, shift F, погуляем немножко до персонажа, сделаем ему ракурс, значит, без вот этих ног, так, выберем более-менее маломайский, значит, угол, видите, у него голова тут по рефу большая, а тут нет, и получается, ну, там стол, конечно, перекрывать, не суть вопроса, ну, голова у нее тут по рефу все равно большевата, а здесь вот скукоживается, да. Вот и вся разница, если модельки делаете, они 2D модели, там пляшет размер, а здесь на 3D модели он будет постоянен, ну, за исключением, если вы добавите где-то кости и будете какие-то изменения делать, да. Так, 0 на нампаде, сильно большая скорость, так, а ну-ка, мы сейчас вот эту empty, она что-то уже не нужна, мы ее delete удалим, а вот эти все покадровки, зайдем в edit mode, так, в post mode, поставим на первый кадр, и сделаем английская A, тут тоже A, английская нажимаем и делаем S, ну, пусть будет 20 кадров, 24, давайте сделаем, секунду, так, это S английская, вот, 24 кадра, ставим 24 кадра, потому что 6 кадров, ну, это очень мало, вот, в принципе, если сделается рендер, то скорость будет нормальная, ее можно при монтаже уменьшать, увеличивать, играться тоже с этими кадрами, увеличивать скорость. Ну, давайте подгладаем еще разочек, да, значит, это у нас будет 15 кадров. Ну, вот, это еще куда-то не шло, да? Вот, под углом вы видите, что если, значит, угол у нее руки по-другому устроен, то вот она поднимает, значит, руку, потом у нее идет, ну, здесь лучше, я думаю, применить растяжение, ну, допустим, как, да, так, Ctrl-Z, выбираем нашу руку G, что-то в этом духе, здесь, конечно, уже перекрутить не получится, нужно добавлять больше костей, ну, амплитуду нужно создать, значит, выравниваем побольше. А здесь резкость у нее, да? Ну, в принципе, она нормально вот руку расложит. Так, здесь у нее на пятом кадре, если понизить, сделать еще пониже, добавить какие-то моменты, допустим, ну, я не знаю, там, откинуть спину, там, перекрутить позвоночник, допустим, а ну-ка, семерка на нампаде, R побольше, да, вот, дать угол ей, A, I, локрут, и вот здесь вот чуть-чуть, значит, косяк, я бы так не делал, а ну-ка, если R, голову чуть вперед сюда подаем, смотрит вперед, A, I, локрут, теперь G, не туда у меня поставился кадр, переводим на нужный, вот, больше замах, вот, вот это уже получше будет, потому что, чем, ну, голова-то большая, и получается, что ей не хватает, вот, от этого кадра, когда я поставил голову сразу, поближе, вот сюда, не хватает, вот, этой амплитуды, да, вот, этого, оп, длины, вот, этого прикосновения, ну, вот, сейчас уже получше, ну, еще можно добавить какие-то движения рукам, ну, допустим, вот, эта рука, пусть она не просто там висит, она раз, допустим, и оп, там, прижмется к груди, допустим, раз, там, за сердце взялась, допустим, перекрутим лопатой, вот, сейчас будет уже интересней, A, I, локрут, вот, знаете, раз, вон, уже больше движения идет, и добавим, R, допустим, волос там, не знаю, как-нибудь, скрутим, вытянем куда-нибудь в бобла, ну, кстати, гляньте, что можно сделать, выбрать весь волос, вот так, и R, перекрутить его, и увести от уха, тоже в эту сторону, так, вот здесь вот волос падает в ухо, это не есть гуд, тут нужно еще добавить косточки, или настроить, чтобы эта часть, вообще, видите, не двигалась, пусть она двигается за верхней управляшкой, контрол-зет, ну, это, это степенная уже ерунда, это уже так, мелочи, а, и локрут, вот уже волос задвигался, еще анимация лучше, так, теперь, что еще ему же, движение какое создать, ну, давайте на лице, какие-нибудь мышцы, да, так, что она там делает, раз, раз, и улыбиться, да, но не есть, хорошо, конечно, так, мы возьмем, выберем, вот эти косточки, сделаем джейк, R, можно перекрутить, так, а эти косточки, чуть-чуть подтянем, так, уменьшим ей фейс крестца, и вот этими косточками, попробуем, попробуем, ага, получается, ухо передвигается, надо еще косточки на уши добавить, вот, щелку можно даже создать, так, ну, пока это дело, вот так уведем, что тут еще можно сделать, ну, вот эту косточку приподнять, так, это кто у нас, дадим щеку, и пропишем по новой, вот уже щека задвигалась, маловато, конечно, но можно все это дело, еще больше настроить, косточку можно еще на челку добавить, давайте сейчас все это дело сделаем, да, сейчас я этот проект сохраню сразу, чтобы потом не вылетел, файл, сейв, опа, ну ладно, верну потом на исходном, так, зайдем в этот мод, и добавим нашим, вот этим причесону, значит, Е, косточку, G, на щелку, Alt-P, Clear Parade, привяжем ее к управляшке, к этому, что же, волосу, Ctrl-P, Tipo Set, так, добавим, отвяжем вот эту косточку, Alt-P, Clear Parent, чтобы тягучесть создать, и к ней назад, Ctrl-P, Tipo Set, привяжем, так, здесь, что можно сделать, ну давайте, вот эту косточку, Shift-D, просто продублируем, она нам нужна, нужна чисто к уху, чтобы вот здесь регулировать волос, так, ее привяжем тоже к управляшке, Ctrl-P, Tipo Set, так, ну и сделаем на эту сторону, Shift-D, тоже, давайте, так, сделаем, Mirror X Global, все, развернем ее, пусть она тут висит, тоже она привязана, так, на уши, теперь давайте добавим косточки, вытащим какую-нибудь косточку, где, из головы, Alt-P, Clear Parent, голова у нее большая, поэтому, вставляем, косточки, нужно еще ушами регулировать, да, чтобы можно было регулировать, так, сразу привяжем к голове, Ctrl-P, Tipo Set, все кости должны быть привязаны, или к голове, или к тем костям, за которыми они будут двигаться, так, E, ну вот, смотрим теперь, под ракурсами, чтобы попало в ухо, чтобы потом не было каких-то ситуаций, так, ну все, теперь нам нужно это все продублировать, сделать CFD Mira X Global и увести на то ухо с другой стороны, так, перевязываем кости, Ctrl-P, так, все, давайте сначала выберем волос, персонажа, а потом только кости, сделаем Ctrl-P, White Automatic выберем, все, теперь заходим, выбираем только кости, заходим в Post Mode, выбираем косточки, чтобы заменить ему внешний вид, так, уши проверяем, как работают, R, видите, уже нормальненько, можно ухо отводить, вот, привелить ухом, также у нас появилась косточка, которая может нам помочь отвести волос, уже будет получше ухо открыто, или наоборот, R, чуть-чуть, вот создать какую-то, как ее сказать, деформацию, ну, такие штуки, так, значит, что это, Ctrl-Z, 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 теперь меняем внешность вот этой косточки, это N-panel, rig, tool, поставим, ну, давайте тоже, finger, выберем окошко, и уменьшим его до каких-нибудь размеров, поставим цвет, ну, пусть будет желтый, пускай будет, так, ушам, вот эти косточки не будут задействованы, это значит, у нас будет сферы, без разницы, какой цвет, а вот эти косточки, которые двигают ушами, ну, тут давайте поставим, ну, пусть будет кинжеры, ну, и чуть-чуть, значит, прибавим размер, чтобы знать, что это косточки, значит, у нас ушей, ну, все, теперь, значит, английская, а, эти кости-то у нас не прописаны, вот видите, кадров нет, когда мы выбрали, нам нужно выбрать, на каком кадре, допустим, вот 11, а потом переключаться на косточку, которую мы хотим изменить, так, вот мы ее задираем, пишем и локрут, а здесь мы ее уменьшаем, и локрут, и доводим вот эту мертвую зону, или хотя бы, не, нормально, вот там потихоньку тут кадров мало, нормально, пускай будет, так, вот ухо, здесь, когда она нагибается, здесь у нее прическа пускает жить, и чуть-чуть, как бы, напухнет, да, вот раз, прикольно, согласитесь, так, и локрут на последнем кадре, значит, на этом кадре, чуть-чуть уведем ее в голову, чтобы ухо было открыто, прописываем и локрут, и все, вот тут на одном месте движется, вот, и она как бы задирается, так, по рту, давайте с ртом еще разберемся, так, джи, а, ну-ка, на каком кадре, вот она сразу с открытым ртом, байнинг, давайте все это прикроем ей, хотя бы выровняем по зубам, такая добрая девчонка, я его туда, так, закрываем, а, и локрут, джи, ставим на первый кадр, я от первого кадра уже все, вот, не хватало вот этой вот радости с точки такой, знаете, депрессухи, давайте депрессухи ее выведем на радость, джи, так, он краллзет не то двинул, во, уже получше, дай, сначала у нее депрессуха, такая вот, стукенца, так, излом нужно будет убрать, зубы где-то подтянуть, но это уже не проблема, все это шлифуется, подгоняется, так, куб вот этот слишком высоко поднялся и далеко отвелся, а этот нужно чуть-чуть можно перекрутить, уже создастся чуть-чуть движение лица где-то, что-то дернется, так, R, ухо, тоже уберем, A, и локрот, так, вызыватель, чтобы она, значит, в другую сторону смотрела, так, 0 на нампаде, джи, так, вот на первом кадре нормально, на пятом вроде бы нормально, смотрит на кулак или на что-то там, потом на кулак и глаза закрывает, да, ну, в камеру не получится ей смотреть, ну, можно там взгляд бросить вот такой, раз, и все получше, ну, вот у нее не движется пузо, есть good, так, а ну-ка, N панель, я сейчас на я сюда поставлю план, где он тут находится, буква P, поле план 90 0 90 о, вроде бы попал, ну, чуть-чуть, давайте поднимем, чуть-чуть, побольше сделаем, чтобы узнать, что это тазовая кость и назначим ей красный цвет, а лучше, наверное, желтый какой-нибудь желтый будет лучше, и теперь, значит, у нас девчуха на каком кадре, так, оп, а, и лакрот, так, вот, приподнялась хоть чуть-чуть на ногах, и тут теперь раз, а на этом кадре выбираем руки и выбираем тазовую кость, с помощью умов можно чуть-чуть вот так, нас подсадить, она от радости как там, подсекочила, и, чуть-чуть, задача, таки, загиб, а, и, лакрот, G, вот, еще больше движения создано, вот такая штукенция, вообще монстров депрессухи, да, да, ну, на этом, значит, тест закончен, в принципе, все работает, вы можете, если что-то вам, какая-то деталь еще понравится, вот, воротник, чтобы оттягивался больше, вы можете косточки сюда еще добавить, и у вас будет хорошая движуха тут, все, всем пока, до свидания, до свидания,